Гравец БК Проматей, Диджей Стэйфенс. Диджей, пожалуйста, ваш комментарий спроведу сегодняшнюю игру. Добрый день, Диджей. Плей что-то впечатляет в игру? Мы вышли в ночной. Я чувствую, что мы не вышли готовы, чтобы играть. Это была для нас очень важная игра, и мы к ней готовились. Это команда, с которой мы встречаемся впервые в этом чемпионате, и настраивались очень серьезно. Но в какой-то момент пошло что-то не так. Мы не могли двигать так мяч, мы не менялись на позициях, мы делали броски, но мы не попадали. Нас не удавалось забежать под кольцом. Мы потратили очень много энергии, но она не принесла нам выигрыша. Это грустно. Первое. Мы проиграли, наверное, с самого начала. С самого начала мы потеряли, наверное, такую нить контроля над мячом, как в защите, так и в нападении. Имея видимое преимущество большими, мы не смогли его реализовать через больших. Имея преимущество или свободные броски с периметра, мы их не забили. В свою очередь, команда соперника использовала практически все свои шансы. И проценты попадания как свободных мячей, так и через руку или с сопротивлением очень высокие. В чем причина? Ну, опять же, игру нужно начинать с агрессии. И игру нужно начинать, наверное, с максимальной концентрации. Максимальной концентрации всех 5 человек, которые на площадке и кто выходит со скамейки. У нас получилось так, что на каком-то этапе игроки бэкапа со скамейки выходили и сыграли с той энергией и заряженности, наверное, что позволило где-то сократить отставание и где-то усилить как защиту, так и нападение. Мы не будем вешать голову, я еще раз, есть время для подготовки дальнейшее. Первая игра с любой командой, она тяжелая, потому что много чего знаем только или же с видео, которое мы смотрели, игры, или же с той информацией, которую имеем на расстоянии. Но, опять же, я считаю, что, наверное, первые минуты мы не получили эту энергию, которую мы всегда стараемся сыграть агрессивно от защиты, чтобы у нас было достойное нападение. Никого винить не буду и говорить о том, что тот плохо сыграл, тот плохо сыграл. Проиграли мы все вместе, всей командой. И я надеюсь, что к следующей игре мы сделаем выводы и постараемся сыграть лучше и качественней. Самое главное, что качественней. Сегодня, опять же, с плотной защитой не всегда мы принимали решение достаточно правильное. Чуть-чуть медленно ходил мяч, и поэтому мы не получали преимущества или в свободных бросках, или под кольцом. Как только увеличили скорость, уже просматривалась та игра, которую мы хотим видеть. Ну, и опять же, свои свободные мячи, броски мы должны забивать. Но, если в начале первой половины мы не имели столько агрессии, не только от больших, которые на шоне, на майке фалили, остальные игроки, я бы хотел, чтобы от них угроза точно такая же была. Не только броском, но и проходом, и чтобы минимум фолл был. Чтобы команда соперник зафалилась, и мы получили тоже какое-то преимущество. Виталий Николаевич, после Кубка Европы могла ли у ребят наступить какая-то самоспокойность? Ну, мы можем каждую сейчас, наверное, причины находить. Может, какая-то есть. Но мы изначально, когда мы говорили, закончив этот этап, игр Европейского Кубка, мы говорили о том, что всегда нужно, подняв планку, не играть ниже. Это самое главное. Причин может быть много, их нужно разбираться. И сейчас мы не можем так сходу сказать, в чем основная причина. Но как для меня, как для тренера, есть разница. Где-то большая, где-то маленькая. Где я чувствую, где вот эта агрессия есть, именно спортивная агрессия, спортивная жадность и бойцовские такие качества. А где их нет? Поэтому идем дальше. Идем дальше и работаем, и анализируем эту игру, и готовимся к следующей.